Физкульт, привет! Друзья и ученики, просто случайный зритель. Потренировался, еду домой и отвечу на очередной, часто задаваемый мне вопрос. Вот из последних по памяти процитирую. Егор, спасибо за вашу гимнастику. Очень помогла мне в проблемах со спиной. И начал снова тренироваться, приседать, делать становые тяги. Но вот прошло два года и попытался взять в становые тяги вес побольше. И надорвал спину, опять чувствую боль. Как мне быть, что делать, с чего начинать? В принципе, такая ситуация может быть у любого человека. И произойти как в становой тяге, так в приседах и даже в быту. Когда вы просто за какой-нибудь сумкой потянетесь, чтобы ее поднять. Что нужно делать? В первую очередь, друзья, как всегда, не паниковать. Обычная стандартная ситуация из жизни человека, у которого есть протрузии, грыжи или даже у кого их не было никогда и вот вдруг появились. Что нужно делать? Нужно осознать, что это произошло. Ни в коем случае не бросать тренировки. Если обострение реально очень серьезное, боли серьезные, то на время убрать становую тягу и по возможности, смотрите уже от степени боли, убрать приседания. Но если вы будете приседать с пустым грифом или 40 кг, и при этом вы не будете чувствовать, что боль усиливается, то такие приседания можно и нужно оставить и делать их, естественно, не до отказа. Да, с таким весом у вас и не получится работать до отказа. Самое главное, начать делать гимнастику по возможности как можно чаще. Пусть это будет 2-5 минут, но делать ее регулярно, как минимум 10-15 раз в течение суток. На тренировке всегда, повторяю это, хотите вы этого, не хотите, нужно начинать с экстензии, любую тренировку, естественно, после разминки, а заканчивать гиперэкстензией. И если у вас обострение, то тем более нужно это делать. Опять-таки, как делать экстензию? Это в начале тренировки. Повторю, экстензия это когда ноги закреплены, а двигается корпус. Нужно делать в том режиме, в котором вы не чувствуете усиление боли. Даже если у вас есть боль, когда вы ничего не делаете, или когда вы выполняете упражнение. Если это боль не усиливающаяся, а просто такая монотонная, спокойная боль. Вот в этом диапазоне нужно делать. Если вдруг вы чувствуете, что где-то в каком-то участке амплитуды боль усиливается, то вот этот участок амплитуды как раз-таки нужно искоренить. То есть, убрать его из движения. Но делать экстензию необходимо. Гиперэкстензию необходимо делать, даже если вы чувствуете боль. Обязательно. Естественно, если это усиливающаяся боль, этот участок амплитуды тоже нужно исключить. Но делать обязательно делать. Не гонитесь за весами ни в экстензиях, ни в гиперэкстензиях. Но обязательно, друзья, обязательно делайте их и потихонечку-потихонечку увеличивайте веса. Что нужно делать обязательно? Нужно купить аргинин. Эль-аргинин в чистом виде, в порош... Взбил меня, извините, телефонный звонок. На чем там я остановился? На экстензиях, на гиперэкстензиях. Дай бог памяти. Старость не в радость. В общем, гиперэкстензии необходимо делать. Обязательно. И экстензии. Если даже вы чувствуете боль. Но, что помнить, не в усилении боли. Итак, издобавок обязательно нужно купить аргинин. Эль-аргинин. Начать его принимать утром на пустой желудок за 20-30 минут до еды. В течение дня. Перед тренировкой желательно это делать. И на ночь на пустой желудок. Пейте мерную ложку одну, которая будет у вас в вашей банке. Обязательно это нужно делать. И купить витамин D. Также вечером желательно принимать витамины группы B. И пить много воды. Да, друзья, нужно в этот период, в обострение, пить очень много воды. Вы знаете, что к позвоночнику, к позвонкам не подходят, именно к позвонкам, не подходят никакие кровеносные сосуды и не питают наши межпозвонковые диски кровью. Вообще диски не питаются кровью. Вы должны это запомнить. За счет диффузии, то есть за счет воды это все происходит. Каким образом? Никогда вы сидите, никогда вы лежите. Этого не происходит. И то, что советуют врачи, как можно больше лежать, покой, это неправильно. Вы так всю жизнь и пролежите с этими болями. Поверьте, я прошел это три года. Меня лечили врачи, причем мои хорошие знакомые. Но три года мне становилось только хуже и хуже, пока я сам не занялся этим. Но кто смотрит мой канал довольно давно, уже знает об этом и видит, как я восстановился, как я снова приседаю, тяну за 200 килограмм, не испытываю при этом никакого дискомфорта. Спокойно живу. И еще играю при этом в хоккей. Так вот, пить как можно больше воды и гулять пешком. Чем больше вы будете гулять пешком, тем лучше. Сейчас об этом я вижу, другие каналы тоже начали говорить. Почему нужно гулять пешком? Потому что, когда вы идете, происходит следующее. Диск сжимается и происходит выброс из него воды. Потом, когда вы делаете следующий шаг, происходит расщемление, говоря русским языком, чтобы просто все понимали. И вода туда, в диск опять приходит. Просто, чтобы вам было понятно, представьте себе губку. И представьте, что ваш диск это губка. И позвонки вот так, два кулака. Наберите в губку воды. Сожмите кулаки. Естественно, вода будет уходить. Потом, когда вы разжимаете кулаки, появляется пространство, губка распрямляется и опять впитывает себя в воду. Точно так же происходит и с вашим позвоночником. Именно во время того, как вы спокойно гуляете пешком. Ни в коем случае не бегать. Бег, друзья, кто бы что ни говорил, это вредная вещь. Притом, при всем, не дающая вам выносливость в той мере, как если вы будете тренировать окислительные мышечные волокна. Если вы будете тренировать ваши мышцы на то, чтобы в них появлялось как можно больше окислительных мышечных волокон. Вот это и есть тренировка на выносливость. Об этом тоже у меня есть и статьи, и ролики. И это я тоже прошел на своем собственном опыте. Так что, друзья, если у вас какие-то проблемы со спиной возникли повторно, и даже если у вас их нет, и вы хотите, чтобы их не было, перечитайте мои статьи. А скоро я готовлю и книгу тоже уже по этой теме. У меня 5 больших статей, где вы можете постоянно повторять свои знания и применять это на практике. Применять это на себе, на своих близких, друзьях, знакомых. Обязательно обучите этому своего ребенка. Потому что сейчас межпозвонковые грыжи настолько омолодели, что появляются уже в школьном возрасте. Опять-таки я пишу обо всем об этом, почему это происходит. И не паникуйте. У всех у нас бывают боли. Вы знаете, что мне нужна операция на плечевой сустав. У меня боли постоянные. Но, тем не менее, я уже свыкся с этим. Живу с постоянной болью, тренируюсь с постоянной болью. Уже даже ее как-то и не воспринимаю. Если ее нет, уже что-то не то. Хотя это ненормально. Никого к этому не призываю. Призываю просто сохранять голову спокойной. И если вы будете регулярно, а большинство воспринимают мои советы как? Сделали гимнастику, поделали экстензии, гиперэкстензии, боли прошли и все. Забыли об этом, перестали их делать. Нет, друзья, нельзя. Даже если у вас все прошло, как минимум, как минимум, это утром и вечером. А самое важное это делать утром, когда позвоночник расслаблен, когда он не сдавлен. Гимнастик плавненько, медленно. Перед сном также важно, чтобы ваш организм, ваш позвоночник расслабился, получил декомпрессию. А вы знаете, что все, что бы мы ни делали, за исключением гиперэкстензии, это компрессия. Только гимнастика, вот это от йогов, которую я вам показываю, и гиперэкстензии дают декомпрессию. И этим нужно пользоваться. И относитесь ко всему серьезно, именно тому, что связано с вашим здоровьем. Ну как можно забрасывать профилактику? Делайте. Пусть ваша жена или ваш муж это делают. Будете делать вы. Ваши дети будут это видеть. Ведь что бы вы ни говорили своему ребенку о вреде курения, если вы курите, но это выглядит как минимум, как идиотизм. Ребенок не воспринимает вас серьезно уже дальше больше, ни в каких вопросах. Но поверьте, сами себе представьте. Я вам говорю, к примеру, что нужно приседать, а сам не приседаю. Я вам говорю, что нужно тренироваться 50 минут, а сам тренируюсь больше. Но это же маразм. И точно так же большинство людей поступают со своими детьми. Если вы курите, какая вообще может быть у вас, какое моральное право вы можете запрещать своему ребенку не курить или не выпивать? Но это просто прописные истины. Только ваш личный пример будет давать вашему ребенку понимание правильного образа жизни. Воспринимание жизни правильно. Если вы постоянно ругаетесь в семье, то как можно говорить своему ребенку, чтобы он был не агрессивным, не ругался со своими друзьями и уж тем более не другами своими? Никак. Поэтому, друзья, нужно всегда-всегда понимать, что, как, для чего мы делаем. Как говорится, если сомневаешься, не делать. А если уж начал делать, не сомневайся. Если кто-то думает, что это не в тему, то это тоже очень-очень в тему. Точно так же, как, к примеру, люди не понимают, как можно веселиться на праздниках без алкоголя. А на мой взгляд, это нормально. И я не понимаю людей, которым для того, чтобы веселиться, нужен алкоголь или наркотики. Да с алкоголем, с наркотиками любой дурак может быть позитивным и веселым, что и происходит. Попробуйте быть позитивным человеком просто по жизни. Попробуйте воспринимать каждый новый день как дар свыше, неважно в кого или во что вы верите. Только так можно жить, как говорится, на полную катушку. Но в хорошем смысле этого слова. Ведь действительно, вот сейчас я с вами еду, и в любую секунду я могу умереть. Это может произойти в любую секунду. Почему мы с вами это игнорируем? Почему мы живем так, как будто у нас вечность впереди? Нет, друзья. Жить нужно так, как будто каждый следующий миг может стать последним. Это не значит, что нужно стать пессимистом. Наоборот. Именно смерть делает нашу жизнь прекрасной. Придает ей краски. И смерть на самом деле это наш самый лучший союзник. Ни в коем случае не враг. Какой бы конфессии религиозной вы не придерживались, вдумайтесь, что смерть освобождает вас от всего того, что связано с физическими муками. И наверняка с душевными моральными. Конечно, никто из нас не хочет умирать. Все мы цепляемся за эту жизнь. Но самый лучший совет, а точнее один из лучших советов, который написал Карлос Кастанеда в своем учении о Доне Хуане, это воспринять смерть как свой союзник. И представить себе, что вы живете, как будто вы уже умерли на самом деле. Представьте, что вы наблюдаете эту жизнь после вашей смерти. На самом деле, что останется для вас ценным? Эти мысли такие, они наталкивают как раз таки на духовное, философское созерцание вашей души, вашего внутреннего Я. Все мы с вами сгустки энергии. И наши мысли, как доказано уже и физиками, это энергия. Поэтому, если говорить о душе, это энергия, которая, как мы все надеемся, после нашей физической смерти тоже сохраняется. Поэтому и из этого вытекает, что основная цель любой жизни, физическое накопление внутренней энергии. Какую энергию вы хотите накапливать? Отрицательную, негативную или позитивную, положительную? Я думаю, ответ здесь однозначный. Все мы хотим быть положительными, быть позитивными. Почему же тогда мы позволяем себе раздражаться, быть негативными? И что самое печальное, раздражаемся мы на самых близких нам людей. Тем самым огорчаем их, особенно родителей. Так что, друзья, давайте быть позитивными. Давайте пусть в нашей душе всегда светит солнце. Даже если, к примеру, пасмурный день на дворе. Даже если какие-то события кажутся вам негативными. Воспринимайте их как шаг к чему-то возвышенному, позитивному. И по-другому ваша жизнь никак вас к этому позитивному не могла бы привести. Я уже не раз об этом рассказывал. И это действительно работает. Ведь мы с вами не знаем, как говорят, пути Господня неисповедимы. Мы не можем знать, какой путь ведет к счастью. А все вы, и я в том числе, все мы хотим быть счастливыми. Поэтому не нужно мешать жизни, даже через негатив, приводить нас к счастью. Если вы вдруг даже расстались или потеряли любимого человека. Да, это печально, это негативно. Но это не значит, что это конец света. И это самое худшее, что могло с вами случиться. Нет, друзья. Воспринимайте это как шаг к тому, чему-то настоящему. Я понимаю, насколько это все сложно, поверьте. Но только так, только таким мышлением мы с вами можем оставаться позитивными людьми. Чтобы вокруг нас был позитив. Чтобы люди к нам стремились, которые нам дороги с вами. И чтобы они жили дольше. Надеюсь, я вас не гружу подобными мыслями, изречениями. И если у вас есть какие-то интересные темы, на которые вы хотели бы тоже подискутировать. Обязательно пишите в комментариях. Всем пока. Увидимся в тренажерном зале. Продолжение следует...